Бал Маскарад подготовил Республиканский театр оперы и балета для столичной богемы. На сцене новая яркая оперета Иоганна Штрауса «Месть летучей мыши». Оркестр, балет и хор погрузят зрителя в рождественскую атмосферу с веселыми танцами, брызгами игристого и нешуточными любовными страстями. Премьеру уже в ближайшую субботу, а пока в закулисье заглянула Дарья Волокжанина. Рождественский бал в доме князя Орловского. Много танцев, песен и, конечно, светских разговоров. Сюда, вслед за своим неверным мужем Айзенштайном, отправляется Розалинда. Как и полагается, на Маскарад она приходит в костюме – летучей мыши. Ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену. Эта история реальная. Произошла она в Париже. После ею вдохновился австрийский композитор Иоганн Штраус и драматург Николай Эрдман. Князь Орловский – это аристократ, он хозяин, да, хозяин, особенно во втором акте, где он хозяин бала. И, то есть, все это, получается, он затеял, он и туда и позвал и Айзенштайна. И вот эта вся комедия хитросплетений, где все под масками, где все друг друга перепутали, по сути, он какой-то страны за это отвечает. И, то есть, вот это тоже придает такую, ну, какую-то ответственность, долю ответственности за все. И в то же время интересно наблюдается страны за этим. Режиссер Илья Можайский постарался отойти от классической постановки, сделал ее яркой, живой и юморной. На сцене и новые технические решения. Оркестр поднимается из оркестровой ямы прямо на сцену. Вихрь танцев и Ари захватит зрителя с первых минут и погрузит в атмосферу праздника. А главная интрига вечера раскроется только в самом конце. И нам очень хотелось сделать подарок зрителям с Ифтывкара, для того, чтобы они могли прийти на праздник, новогодний праздник, получить действительно новогоднее настроение. Действительно смешная история, но новогодняя история. И поэтому с художником Самодуровым мы, когда делали оформление, исходили из того, чтобы сделать именно новогоднюю историю, которая может играться обязательно под Новый год, и в то же время будет интересно и в другое время, потому что это веселая, озорная, рождественская, но немецкая история. Потому что некоторые арии у нас идут на немецком, для того, чтобы зритель все время ощущал, что это все-таки Штраус. «Летучую мышь» в театре оперы и балета уже ставили дважды в 1961 и 1982 годах. Спектакли пользовались большим спросом у зрителя. Премьера совершенно нового прочтения «Опереты» на сцене оперного уже 24 декабря.